Давайте быстрее, здесь много людей. И что, вон цистерна перевернулась. Тут запах какой-то, я не могу к ним подбежать, потому что там запах, запах какой-то из этой цистерны. Вот так по звонку в службу спасения начинаются совместные тактико-специальные учения. Легенда — ликвидация последствий масштабного ДТП. Пострадавших много. Привлечены экстренные службы Мордовии и соседей Нижегородской области. Специалисты реагируют на ситуацию в режиме реального времени. О начале учения и характере происшествия заранее не знали. Всю информацию получают оперативно, на месте. Это позволит оценить реальную готовность служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Они знают только общие замыслы, чтобы ДТП, а то, что уже будет на месте непосредственно количество пострадавших, их тяжесть. Они эти не знают. Такие вещи бывают. У нас за год происходит более 30 транспроисшествий. И все то, что происходит здесь на учениях, это позволит нам как бы ближе подойти к этому. Главная цель учений — выстроить четкую систему взаимодействия между чрезвычайными службами разных регионов. Ситуации бывают разные. Порой местный штаб не может самостоятельно локализовать последствия происшествия. Причиной этому могут стать большой объем работы или значительное расстояние от мест базирования спасательных расчетов. Тогда на помощь приходят службы соседних регионов. Здесь как никогда важны быстрота реакции и общая слаженность работы. Секунды промедления могут стоить слишком дорого. У нас имеется соглашение о взаимодействии между министерствами Нижегородской области и Министерством здравоохранения Республики Мордовы. Учения — это школа жизни. Они показывают степень готовности всех бригад формирования служб медицинских транспортов. По сюжету учений в Поченковском районе Нижегородской области в нескольких километрах от границы с Мордовией произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса, газели и трактора, перевозящего опасные химические вещества. Экстренные службы должны эвакуировать с места происшествия более 30 пострадавших, 15 из которых в тяжелом состоянии. Бригады работают четко и слаженно. Пока медики оказывают первую помощь, сотрудники МЧС вскрывают заклинивший автомобиль. По плану учений после отработки совместных действий чрезвычайных служб непосредственно на месте происшествия пострадавших направят в травмоцентры Республики Мордовия и Нижегородской области. Это позволит медикам отработать алгоритм помощи потерпевшим в условиях чрезвычайной ситуации. Для оперативной транспортировки пострадавших были привлечены все имеющиеся у аварийных служб технические средства, в том числе и авиация. На учениях сотрудники продемонстрировали высокий профессионализм и отлаженную командную работу. Это поможет специалистам в ликвидации уже реальных происшествий. Михаил Мазанов, Дмитрий Малахов. Народные новости.